Мы сказали, что человек, уходя из этого мира, забирает то, что он здесь достиг, и то, чего достигла душа до момента смерти человека, то с ней и остается. Так говорила Руоха Кодыш. И то, над чем трудился человек в эре в шаббат, то и будет есть в шаббат. То есть, как говорит Перке, а вот человек в шаббат нам варить нельзя. Человек то, что приготовил в пятницу перед шаббатом, то он и будет есть на шаббат. Поэтому и не хотели мудрецы расставаться с этой жизнью и молились о ее продлении. Поэтому мы можем спросить, почему мудрецы хотели долго жить? Если человек умирает и соединяется со Всебышним, и встречается со Всебышним, Для чего жить здесь долго? Для того, чтобы подготовиться как можно лучше к встрече со Всебышним. Об этом говорят их слова. Лучше один час чувы и добрых дел в этом мире, чем вся жизнь в будущем мире. То есть, человек, который здесь живет правильно один час, лучше, чем бесконечная жизнь в Уламабах. И лучше один час спокойствия души в будущем мире, чем вся жизнь в этом мире. Но также лучше один час спокойствия души в будущем мире, чем вся жизнь в этом мире, потому что всю жизнь здесь человек живет. И нет спокойствия у человека. Он постоянно занят какие-то заботы у него. А когда удостаиваются души будущего мира и радуются Содельца и Всевышнего, то стремятся они к тем уровням, что не успели обрести при жизни. И особенно, когда видят, что их друзья достигли большего. Как сказано, каждый завидует купе своего друга. То есть, когда человек уже уходит и получает свою душу на том уровне, который он заработал, то иногда появляется зависть. Первый вопрос, это белая зависть или нет. Они видят, что их друзья достигли большего. То есть, те, которые вместе, они росли, учились, верили во Всевышнего. Когда написано, что каждый завидует купе своего друга. И ревность мудрецов умножает мудрость. Но кроме этого, мы сказали, что вот эта ревность, зависть мудрецов умножает мудрость. Человек, который видит, что почему другой мудрее меня, святее меня, он старается его догнать. Мудрецов умножает мудрецов умножает мудрецов. И получает возможность возвыситься, которые лишены, находясь вне тела. То есть, души, которые снова хотят сюда прийти, для того, чтобы стать еще выше, еще лучше. Хотя они рискуют, что, возможно, наоборот, они будут больше грешить здесь. Таким душам дают воплотиться в окружении, которое предоставляет им возможность оказаться на том же уровне, что они были прежде. Когда удостоились, то по отделению от тела будущего мира. То есть, эту душу стускают сюда, в то место, на котором она была, на том уровне. Выходит, этот человек рождается в семье верующей. Дальше они должны сами своими силами пробиваться выше. На каждом шагу совершая правильный выбор и преодолевая свои соблазны. Но в какой бы семье, где бы человек ни родился, все равно у него каждый день есть вопрос, как себя вести, что делать. Поскольку такая душа приходит в мир, не засовершенный ею в предыдущем воплощении грехи, то ее судят как душу, впервые пришедшую в мир, дают ей хорошую жизнь, материальную обеспеченность и уважение окружающих. И если в результате она продолжает тот путь, по которому ушла в прошлом воплощении, то называет ее мудрецы цадик бен цадик. Правильный сын правильный. То есть, мы говорим, кто цадик бен цадик, есть человек правильный, и его отец был правильный. Здесь он объясняет, что есть человек, который сюда вернулся, его душа была правильная в прошлой жизни. Она хотела снова сюда вернуться, для того, чтобы стать еще выше и еще лучше. Его отправляют сюда, в то окружение, где он может расти, на том уровне, где он был. Поэтому в этом мире он не будет страдать, не будет мучиться. У него будет все нормально, потому что он не пришел сюда обратно за свои грехи. Он пришел сюда обратно, в принципе, по своей воле, чтобы стать еще выше и еще лучше. Там нельзя, там то, что мы принесли, туда принесли, там уже поднимают. Поэтому мы сказали, что один час в этом мире лучше, чем вся жизнь в будущем мире, потому что там уже больше подниматься нельзя. А грехи его что? Грехи у него нет. Мы говорим, что про человека, у которого не было грехи, который достиг высокого уровня там, но хочет подняться еще. Поэтому, когда он живет здесь и продолжает этот свой чистый путь, который был у его души, мы называем его цадик бен цадик. То есть, это душа праведная, последствия или перевоплощение предыдущей праведной души. А если она разрушает то, что было достигнуто в прошлом, но она может ошибиться здесь тоже, есть разные соблазны, то называет ее раша бен цадик, грешник сын праведника. Как мы читаем цадик бен цадик бен цадик? Еще раз. Мы говорим про душу, которая была праведной и сама вернулась сюда, для того, чтобы стать еще выше, еще лучше. Не из-за грехов она вернулась. Так она получается цадик бен цадик. Если правильно ведет. А если нет, то раша бен цадик. Души людей, вернувшиеся в этот мир за свои прошлые прегрешения и злодеяния, страдают в этой жизни. Пусть даже они ведут себя хорошо и праведно. То есть, мы видим, что человек, который грешил в прошлой жизни и вернулся сюда исправить, он будет здесь страдать. Даже если он сам цадик сейчас. Эти страдания – часть исправления за их проступки в предыдущей жизни на земле. И такой человек называется цадик бен раша. Праведник сын злодея. Сейчас он, его душа, праведная, но в прошлом была грешная. А если и в этом рождении душа продолжает грешить, то душу такого человека называют раша бен раша. Грешник сын грешника. В этом, в этот смысл, слов мудрецов, праведник сын праведника, праведник и хорошо ему. Праведник сын грешника, праведник и плохо ему. То есть, мы говорили, цадик бен цадик, ему хорошо. Праведник, цадик бен раша, и цадик, праведник сын грешника, цадик бен раша, праведник. И плохо ему. Он здесь цадик, он все соблюдает, но ему плохо. Почему? Потому что он праведник, сын грешника. Не значит, что его папа грешник. А значит, его душа в прошлой жизни была с грехами. И он сюда пришел ее очищать, поэтому он страдает. Грешник сын праведника. Грешник и хорошо ему. То есть, если душа в прошлой жизни была праведной, вернулась сюда, чтобы стать лучше, а испортилась, ей будет здесь хорошо. То есть, она не будет страдать. Но, это раша бен цадик, грешник сын грешника, грешник и плохо ему. То эта душа была грешная и продолжает здесь, то ему будет в этом мире плохо. Смысл в том, что прежнее рождение называют отцом этого рождения. Тарьяк 613 митцвот по велению дал Севышний всему Израилю. Их обязаны исполнять все евреи. Но все-таки у разных душ, в зависимости от их происхождения, с каждой из этих митцвот существует индивидуальная связь. То есть, у каждой души есть какая-то связь с каждой из 613 митцвот. Разная связь. Разная сила связи. Обычно есть несколько митцвот, с которыми душа особенно тесно связана. И если она их нарушает, то наносит ей несравненно больший вред, чем несоблюдение других митцвот. Потому что именно ради того, чтобы с соблюдением этих заповедей Творца исправить свои прежние грехи, и была послана душа в этот мир. То есть, иногда мы видим, что есть человек, который любит какую-то митцву исполнять. Его тянет к этому. Значит, он пришел сюда ее исправить. А если, наоборот, он грешит именно этой митцвой, то вред от этого греха намного больше и сильнее. Отсюда следует две вещи. Одна связана с первоплощением, а вторая с незамедлительным наказанием человека после его греха. Потому что есть грехи и расплата, за которые наступают сразу. А есть такие наказания, за которые откладываются. Цель Гильгуля, первое воплощение, сделать хесед, то есть добро душе, дать ей новую возможность, чтобы она исправилась, а не была уничтожена за свои грехи. Об этом говорит само слово Гильгуль. Гильгуль, равное по числовому значению слову хесед, 72. То есть, то, что душа сюда возвращается, Бог делает ей добро, чтобы не уничтожить ее за предыдущие грехи, а исправить, дать возможность исправиться. Можно... Мы все знаем, что мы здесь снова, только не знаем, для чего и почему. Можно подумать, что цель перевоплощения бесконечна, потому что сказано, ибо нет правильного на земле, который бы делал только хорошее и не совершил греха. Да, но мы подумаем, все-таки человек пришел сюда, все равно он в каждой жизни, в сказанном своем Гильгуле, будет грешить. Так это будет бесконечно. Он говорит, а если так, то грешит человек, и возвращается его душа на землю в следующем воплощении, чтобы исправить свой грех. И снова оступается, и совершает что-либо недозволенное. И снова, не дай Бог, должна перевоплощаться, чтобы исправить свой грех. Однако это не так. Потому что душа не должна возвращаться на землю после каждого проступка, а большинство грехов ей удается исправить в высших духовных мирах посредством гегенома, так называют, всю совокупность разных видов наказаний и испытаний, которым подвергается душа, чтобы очиститься, исправиться и приблизиться к Творцу. То есть, не за все грехи человек возвращается сюда. Большинство грехов искупаются страданиями в гегеноме. Но есть некоторые, которые даже там нельзя исправить, и нужно вернуться. Возвращаться на землю в душе приходится только за преступления, совершенные перед другими людьми, чтобы в новом рождении она могла расплатиться за нанесенный им ущерб. Есть грехи, совершенные по отношению к вездесущему, и среди них запрещенные Торой с законом Бога сексуальные связи, например, между евреями и неевреями, или между близкими родственниками, или между мужчиной и замужней женщиной, в результате которых грех распространяется уже на тела всех их потомков. И исправить его можно только посредством кафакела. Или воплощением в тела животных. За такие грехи приходится душам возвращаться в мир для исправления. То есть за грехи между человеком и человеком, за грехи за запрещенные интимные связи с родственниками и чужими женщинами, мамзарим, не дай бог, появляются, и человек может исправить это возвращающего сюда в виде животного. За такие грехи приходится душам возвращаться в мир для исправления. Но если душа совершает грех только по отношению к Творцу, а другие люди при этом не потерпели ущерба, в таких случаях, как правило, душе женщины не нужно возвращаться на землю для исправления. Она получает наказание лишь в духовных мирах. А потом отправляется в Улам Шекулото, в мир абсолютного добра. То есть человек возвращается сюда за грехов между человеком и человеком, он кого-то обидел, обокрал, не вернул долг, нечестно взял деньги, вернется сюда, чтобы отработать. Но если он грешил между Богом и человеком, эти грехи он очистит гейном. Душа женщины, как мы сказали, если не грешила против других женщин, не возвращается. В душе мужчины, который обязан исполнять гораздо больший митсвот, и среди них многие не распространяются на женщин, приходится возвращаться в мир для исправления. Но когда дело касается заповедей общих для всех, тогда его душу судят так же, как и женскую. То есть есть разница в возвращении мужчин и женщин. У женщин нет много митсвот, поэтому им легче исправиться и легче сюда не возвращаться. У мужчин больше митсвот, больше шансов согрешить, ошибиться, поэтому больше вероятности, что они сюда вернутся. То есть разница, что мы продолжим завтра. Баруфадуна и леолам. Амин и амин.